МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Перспективы развития научно-технологической отрасли и привлечения новых резидентов. Роман Головченко, глава правительства, в рамках рабочей поездки познакомился с работой Брестского научно-технологического парка, побывал в Центре коллективного пользования, демонстрирующего технологии 4-й промышленной революции. Как и за счет чего удержать позиции белорусской мясомолочной промышленности на рынках России? Премьер-министру страны Роману Головченко на эти вопросы ответили брестские руководители Савушкина продукта и Брестского мясокомбината, флагманов отрасли. День семьи, любви и верности. Праздник истинного чувства. День памяти святых Петра и Февронии отмечают в Беларуси. Брестские молодожены уверены, что выше любви чувства нет. Чем сегодня живет детский оздоровительный лагерь «Орленок» и как проводят время его «Орлята». Наша съемочная группа побывала в лагере на празднике белорусской культуры. В эфире программа «Итоги недели» говорим о главном. Инновационное развитие сегодня один из важнейших приоритетов нашего государства. А потому первым пунктом в рамках рабочего визита в Брест премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко стало посещение научно-технологического парка, который является крупнейшим центром инновационного развития всего региона. Брестский облсполком выступает государственным заказчиком по развитию инновационной инфраструктуры технопарка. И на данный момент идет масштабная поэтапная реконструкция его производственных помещений. Об этом, а также об итогах работы, настоящем и будущем технопарка, о условиях для его резидентов, подробно и обстоятельно доложили главе белорусского правительства. Не обошлось и без выставки реализованных и перспективных проектов, с каждым из которых Роман Головченко ознакомился подробно и обстоятельно. О том, что в Брестском технопарке проходит масштабная реконструкция, сегодня можно судить даже по тому, насколько преобразился фасад его здания. Однако это видимые результаты лишь первого ее этапа. Два последующих направлены на получение новых площадей различного назначения. От офисных до производственных для выпуска прототипов и образцов инновационной продукции. Все это стало возможным благодаря государственной программе инновационного развития Республики Беларусь по заказу Брестского обл. полкома. На первом это производство, на восьмом это административно-офисные помещения. И на текущий момент по этим этажам либо уже договора заключены, либо ведется работа по переезду на 75%. Ну, это кратко, вот как это все выглядело, как оно стало. На самом деле здесь огромное спасибо и проектировщикам, и строителям. Это очень сложный объект. То есть он считается сейчас на текущий момент чуть ли не уникальным. Комфортные условия размещения для работы и творчества – это лишь малая часть из того, что сегодня Брестский технопарк может предложить своим резидентам. 5% упрощенка, нулевая ставка. И местного уровня, которые по земле и по недвижимости, у них тоже о них освобождение. По указу первого с 2007 года, решению Совета депутатов. А аренда? Аренда у них по 150 указу пониженных рефициентов. У нас одна из самых низких арендных ставок в регионе. Офисные помещения 7 рублей 80 копеек. И в производстве 2,70 копеек, причем это все с НДС. А кроме того, для резидентов технопарка будут действовать специальные условия аренды с последующим выкупом, особая программа кредитования. Они смогут рассчитывать на профессиональные консалтинговые услуги в содействии в экспорте. Об этом, а также об итогах деятельности стратегии развития технопарка премьер-министру Республики Беларусь Роман Уголовченко рассказали в ходе презентации. А после состояло знакомство с самыми успешными резидентами. В сфере производства таковым является предприятие «Сифания Экотехника», которое с 2001 года занимается выпуском сложной технического электроначиненного современного оборудования для глубокой сортировки и переработки отходов. «Все отсортировано, мы превращаем в товары порядка 40-50 видов продукции производства технического назначения для нужд ЖКХ, для благоустройства городов, для дорожной промышленности, для автомобильных дорог, для коммунального хозяйства и для капитального строительства. Построили 33 завода в 5 странах». На выставке достижений премьер-министра познакомили с десятком как реализованных, так и перспективных проектов. От проектирования, производства и автоматизации оборудования для пищевой промышленности до разработок в медицинской сфере. «В чем синопсис вашего решения? Что оно позволяет делать то, что невозможно без него? Это не просто удобство, какую добавленную ценность для пациента и для врача? Смотрите, вы врач, я пациент, вот я пришел, мне поставили диагноз какую-то, или, например, пока под вопросом, что дальше происходит? Если нет системы, это так, я прихожу, здрасте, вот у меня там это болит, то болит. Говорю, на тебе талончик туда, надо туда, иди обследуйся, а потом придешь ко мне. Что меняется здесь? Вы получаете бумажку, бумажка, там вот еще одна бумажка, после этой бумажки еще одна бумажка. Мы реализуем в учреждениях, куда мы приходим, без бумажных технологий, без бумажных документов оборотов, все направления внутренних оборотов. То есть это удобство? Это ускоряет намного и работу, и это параллельно формирует банк данных цифровой, с которым мы с вами можем работать». И это лишь один из проектов резидентов. А всего с 2012 по 2022 год на его площадке было произведено работ и услуг почти на 175 миллионов рублей. На развитие технопарка из всех источников бюджетного финансирования за это время было направлено более 45 миллионов рублей, а выручка самого технопарка составила более трех миллионов. Модернизацию Брестской базы планируется завершить к 2026 году. Стратегической задачей является строительство филиала технопарка в Барановичах, которое на данный момент находится на стадии проектирования. Уже к 2025 году там планируется запуск первого цехового помещения. К слову, первые пять резидентов уже подали заявки в региональный горе с полком. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. В рамках рабочей поездки премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил два предприятия-флагмана не только Брестского региона, но и всей страны. Савушкин продукт и Брестский мясокомбинат. Агропромышленный комплекс всегда был и остается в центре внимания руководства страны. Белорусская мясо-молочная отрасль в постоянной динамике. Отмечается рост объемов производства, продаж и выручки. Ну и российский производитель, а именно туда экспортируется большая часть нашей продукции, старается насытить рынок своим товаром. Как и за счет чего удержать свои позиции? На эти вопросы у руководителей мясо-молочной отрасли есть ответы. В рамках рабочей поездки премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил два предприятия, перерабатывающие промышленности Бреста. Савушкин продукт и мясокомбинат. Два бренда, широко известных в нашей стране и далеко за ее пределами. Савушкин продукт, лидер молочной отрасли Беларуси, входит в первую тройку крупнейших молочных компаний СНГ. Но чтобы стать таковым, предприятие пережило не один процесс модернизации. Специалисты изучали самые современные технологии в своей отрасли. Развивались и расширялись, осваивали и продолжают осваивать новые рынки сбыта, основной из которых Российская Федерация. Мы сегодня на российском рынке, во всей федеральной сети. Мы имеем сегодня первое место по сырам в России, занимаем, первое место по творогам, занимаем, второе место по маслу, по десертной группе второе место занимаем. Мы конкурируем здорово. Наши Телос, этот продукт, который уже бриллиантовую звезду имеет, Мишелиновскую. Это вообще уникальная для вас. Да, 7 лет подряд мы три Мишелиновской звезды на Стелос имели, понимаете. В этом году три звезды получили сыр сливочный сберез, который мы тоже купили линию, за 6 месяцев загрузили, сегодня покупаем вторую линию. Сегодня Савушкин – это семь высокотехнологичных производственных площадок. Предприятие, выпускающее 350 видов цельномолочной продукции, 72 вида сыров, среднесуточный объем переработки составляет более 4 тысяч тонн молока, начинали с 70 тонн, почти 3 тысячи тонн сыворотки. А работа над созданием конкурентоспособной продукции начинается с работы над качеством поступающего сырья. На базе компании создано собственное сельхозуправление, оказывающее практическую и финансовую помощь предприятиям сырьевой зоны, а это 463 молочно-товарных фермы. 200 миллионов мы вложили в развитие сырьевой зоны, 130 за счет республиканского бюджета, областного бюджета, и 86 миллионов мы вложили в своих денег в развитие сырьевой зоны. И сегодня в Брестской области, я считаю, очень беспривязно содержали, практически мы подходим под 90%. Это и качество, ну 92, это и качество, у нас 98% молока идет экстра, с них 78% вообще экстра и 20% высшей сыры. Савушкин продукт идет у нас как локомотив, молочный локомотив, и все остальные смотрят на те изюминки, которые технологи делают, и немножко подтягиваются. Но основное направление, конечно, это азиатский рынок, и в большинстве своем, конечно, Китайская народная республика, начали поставлять очень серьезно туда мягкие сыры, фиета, моцарелла, брынза и так далее, которые идут для производства пиццы в Китае. А в целом потребление пиццы в Китайской народной республике примерно ежегодно растет 7-10%. То есть мы понимаем, что это очень емкая и хорошая ниша. Также мы увидели линейку мягких сыров, нарезки. Предприятие очень серьезно занимается фасовкой продукции, которая добавляет к стоимости, скажем так, нефасованного или крупнофасованного масла или сыра, 10-15%, это тоже экономика предприятия. Конечно, мы посмотрели эту модернизацию, которую делает завод. Все-таки, извините меня, но 4600 тонн в день перерабатывать молока, и это на постсоветском пространстве очень серьезный результат. Поэтому предприятие топовое. Не потерять существующие рынки сбыта и осваивать новые – это задача на сегодня. А для этого необходимо на предприятии вести грамотную маркетинговую политику продумать и стратегию, и тактику работы для коллектива Савушкина. Идеальная формула – это цель плюс дисциплина равно результат. Мы построили логистический центр на 15 тысяч здесь. Мы пойдем сейчас посмотрим. У вас и в России есть, по-моему, распределительный центр? У нас есть своя фирма, своя 100% учредителей. Мы, свой торговый дом России, который занимается продажами по всей России. Ну и, соответственно, там, видимо, какой-то распределительный центр? Да, да, есть распределительный центр. Мы где-то отсюда напрямую грузим, а где-то грузим через них. Мы уже, если большие партии выходим на сети, на распределительные центры сетей выходим, то мы отсюда с Бреста прямо все в автоматическом режиме работаем. То есть у вас посредников-то таких пластических в России нет? У нас нету посредников. У нас все работает через торговый дом наш, который там в Россию всеми этим вопросами занимает. Мы практически были монопольными поставщиками и остаемся по-прежнему. Масло сливочного, сыров в больших упаковках. Но приходят другие производители, собственная промышленность развивается, объемы, производство молока в России растут. Мы очень рады за наших соседей. Что мы делаем? Мы, в первую очередь, уходим, как я уже сказал, на другие рынки. Есть абсолютно четкое понимание, куда, что и как производить. И уходим в производство новых продуктов, в углубленную переработку. Это быстро растворимая молочная смесь, кастомизированная под каждый рынок. Это лактоферины, это молочно-белковые сыворотки, ну и так далее. То есть это уже такие, если можно сказать, хай-тек продукты молокопереработки. И я думаю, что эти ниши еще нам очень-очень долго можно будет окучивать, что называется. И я думаю, что мы всему тому молоку, которое будет произвести в стране, мы обязательно найдем и применение, и сбыть. Россия – основной экспортный рынок, и для открытого акционерного общества «Брестский мясокомбинат» в компании выработана собственная модель продаж, подчеркнул генеральный директор Павел Буховецкий. В чем особенность нашей модели продаж? В России поставим то же самое акцент на магазины «Кудом». Мы практически все продаем без федеральных сетей. Вот на прошлой неделе следует, что в магазине подписали контракт. В принципе, эта модель хорошая, и с учетом того, как Россия – А почему вы ее? – Потому что магазины у дома, они позволяют ленты по жесткой, ну, все эти жесткая конкуренция получаются. Они между собой конкурируют, у нас получается ниша. То есть есть магазинчик, плюс мы за эти блоки с брендом хорошо работаем, уже даже по исследованию российским. нас отдельно выделяют, производят их у вас экспресс. То есть это, ну, дилеры, они сами окучивают эту дилятку? То есть они совместно? Совместно делаем это, мы, это совместная работа. Но основной акцент на том, что это наши магазины. Регионально, если бы раз разрезают по регионам, а самое крупное? Сейчас, самое крупное, это, конечно, западные федеральные федеральные, но сегодня по темпам Сибирь, за Уралия показывают просто колоссальные. Логистика позволяет? Да, у нас кроме магазинов еще есть с дистрибуционными складами, в Иркутске, в Иркутске, и Сибирске, это уже недавно, мы встречаем все дистрибуционные склады, и за счет этого мы можем логистику дешевле. Его модель, она где-то даже противовес идет тем моделями, которая существует даже в Минской области, но она действенная, она рабочая. Мы видим, что предприятие прекрасно чувствует себя и на рынке, и в Российской Федерации занимает такие ниши. Понятно, что он сейчас у нас основной, скажем так, такой производитель. Предприятие ушло от продажи мяса на кости за пределы страны, так как продукция переработки приносит гораздо больше прибыли. Мощности мясокомбината загружены на 100%. Растет доля продукции с высоко добавленной стоимостью – колбасы, пельмени и спреды. Сегодня Брестский мясокомбинат показал, и премьер-министр нашей страны увидел, насколько важно и актуально реализовывать не просто мясо после убоя, охлажденное или замороженное, как мы любили это делать раньше, а именно заниматься производством высокомаржинальных продуктов, в частности колбасных изделий, пельменей, полуфабрикатов и так далее. И мы сегодня это вживую увидели. И это предприятие показывает пример, как надо работать именно в плане переработки. Мы сегодня увидели не то, что вычленено переработчика, мы сегодня увидели переработчика, который занимается своей сырьевой зоной. Вот это самое главное. Если взять Брестский мясокомбинат, два свинокомплекса, один по старым еще нормам практически ста тысячник, есть свое хозяйство, выращивают бычков, то есть вкладывают именно в сырьевую зону, чтобы быть более независимым, чтобы не надо было думать, где и откуда привезти это мясо. Так же самое занимается и Савушкин продукт. И помимо того, что развивает свои хозяйства, которые у них уже есть, в то же время он занимается более чем 150 предприятий, из которых он получает молоко в стране, он тоже и в них вкладывает. Для того, чтобы, скажем так, было качественное молоко, которое мы сегодня увидели, более 90% сорта экстра, соматические клетки до 300 тысяч. То есть в принципе, ну, мировые качественные параметры молока и мяса в Брестской области. Сегодня надо понимать, что происходит на соседних рынках, какая ситуация складывается с точки зрения нашей маркетинговой политики и вообще стратегии развития. Потому что, конечно, долгие годы у нас производители были достаточно такие мягкие условия, которые позволяли с высокой рентабельностью работать, в первую очередь, на российском рынке. Но не зря мы, что называется, глава государства постоянно прессовал всех производителей, что надо уходить на рынки других стран, диверсифицироваться. Вот теперь мы понимаем, насколько это важно. Потому что, конечно, наш российский рынок – это самый для нас лучший, самый приемлемый, самый привычный. И мы, конечно, будем всегда на нем работать. Но конкуренция действительно ужесточается. И нельзя рассчитывать на то, что десятилетиями мы будем там править балл на российском рынке. То есть сейчас все переходит в сферу такой хорошей, нормальной конкуренции. Мы к этому тоже готовы. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Ремонтович для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. В календаре праздников много дат, которые посвящены семье. Но одна из них наполнена особым смыслом. День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля в честь Дня памяти святых супругов Петра и Февронии Муромских, которые стали образцом любви, верности, благочестия и являются покровителями брака. Со времени их супружества прошло очень много времени, многое изменилось, но по-прежнему тайна возникновения любви основана на уважении, дружбе и понимании друг друга. Накануне праздника наша съемочная группа побывала в ЗАГСе и пообщалась с молодоженами, узнав, что для них значат такие понятия, как любовь, семья и верность. Анастасия Милишкевич продолжит тему. 8 июля отмечается удивительный и древний праздник, в честь супружеской пары Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи. Легенды о них до сих пор восхищают сердца людей непоколебимой верой в любовь. Несмотря на трудности, супруги дарили друг другу истинное чувство и поддержку. Их жизненный путь был пронизан испытаниями, но они преодолевали все трудности, основываясь на взаимопонимании верности. Сегодня мы понимаем, что отношения княжеского сына Петра и простой крестьянки Февронии – яркий пример любви, преданности и самопожертвования тех качеств, без которых не построить счастливой семьи. Мы православные люди, фактически мы привыкли к такому стандарту жития святого, что святой родился у благочестивых родителей, детство провел благочестиво, рано ушел в монастырь, принял монашество, много молился, ну и так далее. Конечно, безусловно, Петр и Февроний Муромский, они тоже, безусловно, что много молились. И несмотря на то, что конец их земной жизни также, в общем-то, они приняли монашество, тем не менее, большая часть их земной жизни прошла как раз-таки в браке. То есть они спасались в браке. Безусловно, что таких святых, которые не принимали монашество, а именно спасались, будучи людьми семейными, конечно, гораздо меньше, гораздо меньше, чем нежели тех святых, которые спасались будущими монахами, становились святыми. Но, тем не менее, они есть, и олицетворение вот этих святых, которые спаслись в браке, дает всем нам понять, что и мы, семейные люди, мы не лишены того, чтобы стать святыми, чтобы приблизиться к Богу и избавиться от своих грехов. Жизнь прожить – не поле перейти. Эту фразу чаще всего можно услышать от людей старшего поколения. Жизненные перипетии – никто не знает, как они повлияют на нас. А потому всегда важно, чтобы рядом были самые близкие люди, готовые помочь в трудную минуту и поддержать. И, как правило, это семья. В день Петра и Февронии более 20 брещан решили зарегистрировать свой брак именно 8 июля – в день семьи, любви и верности. В праздничный день, день святых Петра и Февронии, в нашем отделе ЗАГС будет создано 20 новых семей. Наш город пополнится вот еще на такое количество молодых пар. Семья – это те два человека, которые, наверное, объединили себя общностью. У них общие интересы, у них общие взгляды, у них общие характеры. Вот в чем, как спрашивают некоторые у нас и студенты, когда приходят, что же такое семья? Семья – это два любящих сердца, которые соединили свои, как я называю, две судьбы в одну, чтобы свою дальнейшую жизнь прожить всегда вместе, рядышком и рука об руку. Своё важное решение стать семьей молодые супруги Владимир и Ольга Ковзель приняли через год после знакомства. Владимир настойчиво ухаживал за Ольгой, давая понять всю серьезность намерений. И вот стоя перед друг друга, молодожены поклялись пронести чувства, которые соединили их через всю свою большую долгу, а главное – счастливую жизнь. Торжественное бракосочетание по-настоящему было праздничным, искренним и очень трогательным. Познакомились в интернете, как и вся молодежь, в принципе, сейчас. Общались в интернете, как обычно, долгое время, потом встретились. Прошло несколько встреч и, так сказать, предложили отношения. Прождала год и получила заветное предложение. Понял, что это, скорее всего, она та самая. Буду за нее бороться. Владимир и Ольга уже супруги. Они понимают и принимают ту самую ответственность, которая предполагает совместная жизнь. И неудивительно, что вопрос нашей съемочной группы, что такое семья и любовь, не заставил молодоженов задуматься, ведь они уже знают ответ. Это опора, это общее дело, так сказать, не знаю, как это сказать. Уважать продолжение жизни. Новая стадия. Начал понимать, что всегда кто-то будет рядом, всегда будет поддерживать, любить, уважать. Любить, верить, разговаривать, общаться, чтобы был контакт между собой, не ссориться. Это что еще? Уважать, поддерживать. Идти на уступки. А вот какой любовь для вас? Что это? С чем вы подходитесь? Это что-то безграничное, это невозможно описать. Это слов таких нет. Это просто очень хорошие эмоции, это непередаваемо. Я не знаю даже значение слова «любовь», его так и не скажешь. Это чувство между двумя людьми, которое сложно описать. После официальной части родители и друзья искренне поздравляли молодых, желая любви, счастья, верности и долгих лет счастливой совместной жизни. Пару! Пару! Бриллиантовая пара гордится, что у них есть свои воспоминания, свои традиции. Чем и радуют супруги своих детей, внуков и правнуков. Одна из семейных традиций перед вами – юбилеи круглые, отмечать в официальных органах. У нас 25, мы отмечали еще на Гоголе, было 50. Уже раз так сделали, мы не планировали, но это у нас с нулечка нас под тихо. В чем секрет семьи Ветреников, спросите вы? Ответ кроется в каждом взгляде, прикосновении рук, улыбках – это любовь, а еще в умении прощать и редкое качество молчания. В скандале, в любом скандале, расставание или там что, задай себе вопрос, в чем я не прав. При любом. Если ты сумеешь ответить себе на этот вопрос, то есть ты должен у себя внутри покопаться. Тот не прав, ты обвинять можешь как угодно, но сначала покопайся в себе. А я считаю, что надо уметь прощать, прощать. Не умеешь прощать. И как вот, вот сейчас вот любовь, любовь, любовь. Любить – это надо отдавать, но не брать. Отдавать. Потому что жертва это. Хочешь, не хочешь – надо. Больная, не больная. Есть приготовить надо обязательно. А особенно при любом скандале. Надо еще лучше приготовить. Потому что когда хорошо, то и так хорошо. В кино пойдем, можно не обедать. Но когда порога уже, надо обязательно обедать, чтобы был вкусный, хороший. Наверное, сегодня каждая пара, вступившая в брак, мечтает дожить до того дня, когда сможет отметить такую годовщину. А потому нужно просто любить друг друга искренне, уметь слушать и слышать. И делать все, чтобы каждый чувствовал себя любимым и нужным. О других мероприятиях, которые прошли на этой неделе. Брестская областная организация «Белорусский союз женщин» предоставляет широкие возможности для реализации потенциала ее многочисленных участниц, а также является организатором различных благотворительных и социальных мероприятий. Одно из важнейших направлений – работа с молодежью. В его рамках уже третий раз проходит конкурс молодежных патриотических проектов «Беларусь – это мы». О том, как прошло мероприятие в этом году, какие проекты признаны лучшими и будут реализованы прямо сейчас. Представительницы Белорусского союза женщин всегда думают о том, как сделать жизнь лучше. А молодое поколение организации вносит нотку креатива в любые начинания и придает им современное звучание. Именно поэтому вот уже в третий раз проводится конкурс молодежно-патриотических проектов «Беларусь – это мы». Молодежное крыло у нас не так давно создано, поэтому мы хотим посмотреть, чем сегодня живет наша молодежь, чем они занимаются в регионах, какие интересные у них проекты есть, и в то же время поделиться друг с другом опытом, предложениями, идеями, креативностью своей, подходом. В рамках мероприятия представители молодежи из городских и районных первичных организаций Белорусского союза женщин Брестской области рассказали о работе на местах, а также презентовали и защитили свои проекты. Всего на конкурсе было представлено 20 идей по патриотическому и семейному воспитанию, вопросам инклюзии, развития молодежного движения в целом, помощи в благоустройстве и развитии своего населенного пункта. Мы сегодня здесь нашим проектом. Проект именуется «Процветающий город». Проект направлен на консолидацию нашего общества в первую очередь, также направлен на то, чтобы облагородить, украсить, обуютить общественное пространство нашего города Пинска. В проект мы вовлекаем разные слои нашего населения. В первую очередь это, конечно, молодежь. Молодежь учащаяся, работающая, студенческая, также это молодые семьи с детьми. Наш проект называется «Гордимся историей. Чтим связь поколений». На сегодняшний день у нас на предприятии 169 женщин, и они все состоят в союзе женщин нашей первичной организации. Замечательные, энергичные, и я сама горжусь, что являюсь членом этой организации. Наша задача – создать условия на предприятии и в первичной организации такие, чтобы наша молодежь оставалась у нас, чтобы она дорожила своим рабочим местом, чтобы она работала на благо предприятия города, Брестской области, на благо нашей Родины. А работать на благо Родины способен лишь тот, кто уважает ее традиции и историческое прошлое. Поэтому перед подведением итогов участницы конкурса отправились в Брестскую крепость, где после насыщенной экскурсионной программы возложили цветы к вечному огню. Мы сегодня стоим на святой земле, пропитанной кровью, и для нас, как для современной молодежи, как для мам, матерей, это очень тяжело на сердце, на душе быть здесь, потому что мы понимаем, что нам надо сохранить эту память, надо передать ее детям. Экскурсия напомнила нам еще раз о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Кульминацией дня стало подведение итогов конкурса. Третье место досталось представителям из «Березы» – почетное второе «Жабинке», а победителям стала Ганцевичская районная организация с социальным проектом «Все семьи разные, каждая семья особенная», главная идея которого – в оказании психолого-педагогической, медицинской и материальной поддержки семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития. Этот проект стал результатом системной работы всего актива Ганцевичской районной организации, потому что именно по инициативе наших активных патриотичных женщин были реализованы очень многочисленные социальные инициативы. Одна из них – это «Благотвори». Мы оказали помощь двум детям на сумму более 13 тысяч рублей с помощью наших ганцевчан. Мы поддерживаем наши семьи через просвещение родителей. И на сегодня результатом этого становится то, что мамы и папы, которые воспитывают детей, они из категории социально уязвимых становятся социально активными и принимают сами участие в поддержке тех, кто нуждается в этом. Все победители в качестве приза получили денежные сертификаты на реализацию своих проектов, а команда, занявшая первое место, представит Брестский регион на республиканском этапе. Каждый ребенок любит проводить летние каникулы активно. Кто-то выбирает пришкольный лагерь, кто-то едет отдыхать к бабушкам и дедушкам. Но есть и те, для кого предел мечтаний – летний лагерь за городом. Каникулы, проведенные на свежем воздухе – способ не только оздоровиться перед холодным сезоном, но и получить массу положительных эмоций и приятных впечатлений. Особенно, если дело касается лагеря с многолетней историей, который за долгие годы своего существования успел собрать в своих стенах сотни тысяч юных активистов со всей Беларуси. Одним из таких является детское оздоровительное учреждение «Орленок», расположенное в Жабенковском районе. Чем сегодня живет лагерь и как проводят время его орлята, расскажет Анастасия Милишкевич. Детский лагерь «Орленок» – это место с многолетней историей, которая за время своего существования успела собрать сотни тысяч мальчишек и девчонок из Беларуси. Оздоровительный лагерь расположен в живописном сосновом лесу, где каждый год мальчишки и девчонки с удовольствием проводят свой досуг. Обстановка комплекса располагает к активному времяпрепровождению. Особенная природа способствует оздоровлению. Желающих провести время с пользой на свежем воздухе всегда много. И этот год не стал исключением. Оздоровительный лагерь «Орленок» находится на балансе коммунального унитарного предприятия «Брестское котельное хозяйство». Они входят в систему ЖКХ. Вообще, от организации ЖКХ и, в частности, «Брестское котельное хозяйство» очень много делают для лагеря и в материальном плане, и вообще поддерживают все начинания. Для того, чтобы дети чувствовали здесь себя комфортно, чтобы они с пользой провели время. Вообще, в лагере «Орленок» за лето четыре оздоровительных смены. Сейчас идет вторая. В каждую смену имеет возможность отдыхать 228 детей. Общение со сверстниками и первые победы, безудержное веселье и новое открытие, реализация творческого потенциала. Кажется, о таком приключительском лете мечтают все дети в каникулярное время. И такой отдых им рад предоставить оздоровительный лагерь «Орленок». Вдали от суеты, поближе к природе. Тысячи мальчишек и девчонок проводят время с пользой, набирая сил для будущего учебного года. Утро в оздоровительном лагере «Орленок» начинается, как всегда, активно. Несмотря на жаркую погоду, на многочисленных площадках лагеря дети с особым удовольствием играют в футбол, волейбол, катаются на велосипедах. Обстановка домашняя. А потому неудивительно, что каждый из детей любит отдых в лагере «Орленок». Я люблю лагерь «Орленок» за то, что тут много веселья и красоты. Я люблю лагерь «Орленок» за то, что тут вкусно кормят. Я люблю лагерь «Орленок» за то, что здесь самое лучшее вожатое. Я люблю лагерь «Орленок» за то, что тут очень комфортно. Я люблю лагерь Орленок за то, что здесь очень много классных мероприятий. Экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные игры и спортивные конкурсы. Каждый год сотрудники лагеря Орленок серьезно работают над насыщенностью и разнообразием развлекательной программы для своих юных воспитанников. Так, во время посещения лагеря нашей съемочной группы проходил День белорусской культуры. Вся работа в лагере построена таким образом, что каждый день очень насыщенная программа. Каждый день посвящен какой-то тематике. В частности, у нас есть День путешественника, День дружбы. Сегодня у нас День белорусской культуры. И ребята готовятся к этому мероприятию очень серьезно. В частности, сегодня репетируют песни, танцы белорусские, стихотворения на белорусском языке. И мы строим план смены таким образом, чтобы на первом плане было гражданско-патриотическое воспитание. Ко дню белорусской культуры мальчишки и девчонки подошли очень ответственно. Кто-то подготовил песню, придумал интересный танец. А кто-то с чувством с толком с расстановкой прочитал душевное стихотворение. Как ты сердцу моему мило, дорогая Беларусь, в золотистые просторы. Мне извлечено ясный взор, рыки тихие, озер, голосистый шумный пор. В ходе экскурсии по Орленку наша съемочная группа попала на кружок по рекаме волшебные узоры. Здесь каждый ребенок создавал шедевры. Безумно красивые лилии, различные животные. Все это можно было увидеть на стеллажах, расположенных рядом с рабочим местом мальчишек и девчонок. Мы делаем поделки из бумаги, из картона, из ватных палочек, ватных дисков. Со мной вместе работает Светлана Анатольевна. Она работает с более старшими детьми. Ее кружок называется «Волшебные узоры». Дети начальных классов с удовольствием ходят, и старшие дети приходят на кружки. В общем, мне кажется, что им нравится. На вопрос, нравится ли вам в лагере, ребята все как один отвечали «да». И это неудивительно. Я в лагере Аленок, третий раз. Я сюда приехала, потому что мне здесь очень нравится. Хожу на этот кружок, потому что люблю плести и делать поделки. Я тут уже второй раз. Мне первый раз очень тут понравилось. И я решил приехать во второй раз. Наши будни проходят очень весело. У нас есть разные дни. Например, День индейца или День белорусской культуры, как сегодня. Мне тут очень нравится, и я надеюсь, что я в следующий раз сюда еще раз приеду. Каждый день в лагере «Орленок» проходит 2-3 культурных массовых мероприятия. Если добавить в этот список еще и спортивные соревнования, то можно с уверенностью сказать, в этой здравнице детям некогда скучать. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Ну, а мне остается только добавить. Это было в ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Я Виталий Матюшин, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Субтитры создавал DimaTorzok